Здравствуйте, уважаемые господа! Я благодарю участников, вернее, и вас, конечно, участников тоже, и организаторов конференции за предоставленную возможность представить компрессионный трикотаж, который произведен нашей компанией, называемой ЭКОТЕН. Мы прекрасно понимаем, что компрессионный трикотаж очень важен, очень нужен, но на российском рынке есть хороший компрессионный трикотаж, но он очень дорог. Поэтому мы взялись за производство компрессионного трикотажа и по более, скажем так, низкой цене. Но качество очень хорошее. С вашего позволения начнем. Итак, наша компания существует совсем недолго, она всего с 2011 года существует. Начали мы с производства ортопедических изделий самых разных, то есть у нас налажено очень хорошее производство совместно с финской компанией ЛООМА. Но взялись за производство компрессионного трикотажа мы вообще совсем недавно, и только лишь буквально год назад начали его продажу на российском рынке. Естественно, прежде чем начать производство компрессионного трикотажа, мы изучили положение дел на мировом рынке. И пришли к выводу, что стандартов по производству компрессионного трикотажа очень много, очень много. И внимательно изучили, собственно говоря, все эти стандарты. Есть стандарт немецкий, есть стандарт британский, американский и так далее. Но изучая очень подробно российский рынок, мы пришли к выводу, что он буквально наводнен дешевым компрессионным трикотажем, который произведен совсем не по стандартам, скажем прямо. Произведен он методом так называемого запекания. Каким образом же его производят? То есть попросту вяжут обычный трикотаж, обычные чулки, колготки, гольфы, затем натягивают его на специальные бобины и разогревают в определенных местах. В результате получается, что именно в этих местах создается компрессия. Такая компрессия держится очень недолго. Как правило, она бывает завышена, она, как правило, не соответствует заявленной, такая компрессия. Ну и самое страшное, что такая компрессия очень-очень быстро исчезает. То есть после одной стирки компрессия становится меньше, чем заявлено, потом меньше, меньше, меньше и исчезает вовсе. Наши покупатели просто-напросто говорят следующее, что чулки, которые я купила, носила, они растянулись. На самом деле нет, просто-напросто исчезла компрессия. Естественно, по такому пути мы не пошли. Мы взяли свое направление на немецкий стандарт. Все его, конечно же, очень хорошо знают. Тут аудитория сосудистых хирургов. Все прекрасно знаете стандарт немецкий РАЛ. Естественно, очень много показателей взяты за основу этого стандарта, но основное из них – это, конечно же, распределение компрессии по миллиметрам ртутного столба на первый класс, второй класс компрессии, профилактический класс и так далее. То есть за основу мы взяли вот этот самый немецкий стандарт РАЛ и стали производить свои трикотажные изделия, основываясь на стандарте РАЛ. Для того, чтобы произвести качественный компрессионный трикотаж, абсолютно необходимо иметь специальные станки. Значит, на нашем производстве, которое находится у нас здесь, в Санкт-Петербурге, стоят станки немецкой компании МЕРЦ. Вот они перед вами. Эти станки специально приспособлены для вязки компрессионного трикотажа. Станки, естественно, с программным управлением. Все делается программа на каждую компрессию, на каждый размер и так далее. И создаются, вяжутся компрессионные изделия. Но, естественно, мало иметь станки хорошие, которые специально предназначены для вязки компрессионного трикотажа. Нужно еще иметь хорошие качественные нити. Вот специальные компрессионные нити. Это очень важный момент. Правильная компрессионная нить, которая, так называемая, с довольной обмоткой, это нить. Она за счет самой себя, скажем так, поддерживает компрессию. Где же берем мы нити для производства нашего компрессионного трикотажа? Это немецкая компания Циммерман, соответственно. Там мы берем нити. И швейцарская компания Свис Ластик. Специальные нити вяжут. Они специально для нашей компании, скажем прямо. Потому что никогда не продаст компания немецкая или швейцарская нить меди, например, нашей компании. Или нить, допустим... Ну, в общем, короче говоря, для каждого производителя нить создается своя. Причем и немцы, и швейцарцы берут на производство нити четыре месяца. То есть они создают для каждой компании-производителя свою конкретную нить. Итак, компания Свис Ластик швейцарская и компания немецкая Циммерман. Для того, чтобы создать качественный компрессионный трикотаж, абсолютно необходимо иметь машины, которые дают возможность сделать плоский шов. Вот этот плоский шов, он обеспечивает нормальное расположение чулка на ноге носящего человека, не сползает, не впивается, воздух не попадает под складки, которые образуются, если шов не плоский, если он оверлочный, тогда попадает воздух, чулки попросту сползают с пациента. У нас, соответственно, для этого есть все необходимое. И вот как раз на этом слайде вы видите резинку, которая сшита, ее края сшиты как раз вот таким плоским швом. И резинки мы получаем в австрийской компании «Альги Эластик». Очень важный момент для того, чтобы трикотаж был качественный, это чтобы силикон на вот этих самых резинках, о которых я вам уже говорила, был нанесен прерывисто. Это очень важный момент. Для того, чтобы проходил воздух, для того, чтобы не было раздражения на ногах наших пациентов. Вы наверняка с этим сталкивались, когда люди жалуются о том, что у меня аллергия на подобного рода резинки, носить не могу, аллергия на силикон и так далее. На самом деле аллергии на силикон, естественно, не бывает. Просто он должен быть обязательно нанесен прерывисто, как у нас это и происходит. Он может быть либо капельно нанесен, либо, соответственно, вот так вот узорчато, красиво. Но обязательно между этими частями силикона есть пустое пространство, которое проветривается очень хорошо на воздухе и раздражений никаких не бывает, не происходит. Очень большое внимание мы уделяем тому, чтобы была хорошо вывязана пятка, чтобы хорошо было вывязан мысок. Это самые уязвимые места. Сами прекрасно понимаете, это очень важно. Так как гарантию на наши изделия мы даем ровно такую же, как все производители по стандарту РАЛ. То есть 6 месяцев эксплуатации мы даем гарантию на 6 месяцев эксплуатации. Итак, чулки изготовлены, чулки связаны или гольфы, или колготки, там не важно что, компрессионный трикотаж, он обязательно у нас на производстве проходит проверку на распределение компрессии. Для этого существует у нас в нашей компании прибор, который, прибор Зальцман, который позволяет измерить, соответственно, компрессию данного изделия. Каждое изделие обязательно измеряется на этом приборе с тем, чтобы изделие соответствовало заданной компрессии. Ну и обязательно хочу сказать следующее, что несмотря на то, что начали продавать мы наши изделия компрессионного трикотажа, буквально год с небольшим назад, ассортимент уже достаточно велик. Скажем так, у нас обязательно представлены и колготки у нас есть, и у нас есть чулки. Чулки – это первого, второго класса. Третье мы пока не изготавливаем. Возможно, будем изготавливать в ближайшем будущем. Чулки первого, второго класса. Двух длин чулки четырех размеров. И обязательно, пяти даже уже теперь размеров, потому что мы поняли, что нужно еще, так сказать, более маленького размера сделать чулки. Обязательно есть чулки с широким бедром, что это тоже очень важно бывает, потому что достаточно много пациентов, у которых большая разница в объемах голени и бедра. Это, я тоже думаю, вы все прекрасно знаете и без меня. Очень, так сказать, представлено у нас много гольф. Гольфы эти первого, второго класса, открытый, закрытый нос, что тоже бывает важно очень летом, когда жарко носить компрессионный трикотаж, если не открыть носок. И, соответственно, тоже первого, второго класса двух длин. Кроме того, обязательно представлены у нас противоэмболические чулки. Сейчас мы произвели уже чулки, вернее, простите, колготки для беременных женщин, тоже достаточно часто они бывают необходимы абсолютно. И совсем недавно мы начали производить повышенные, скажем так, прозрачности чулки. Очень многие пациенты, вы это знаете, прекрасно говорят, хотим, чтобы было красиво, хотим, чтобы было прозрачно, чтобы было, хотя у нас и те, которые непрозрачные, очень хорошо выглядят, я вас уверяю, они у нас в фойе выставлены, вы это проходили и видели. Мы произвели чулки тонкие, которые более прозрачные, чем обычная наша вот эта вся линейка трикотажа. Ну и достижением своим мы считаем следующее, что буквально в конце прошлого года мы получили сертификат ИСО, который позволяет продавать продукцию нашей компании в Европе и во всем мире. Есть у нас и сертификат европейский СИИ, или как мы его любим называть ССЕ, да, вот так вот любим его называть часто. Такой сертификат у нас тоже есть. То есть мы имеем право продавать наши изделия в Европе и во всем мире. В общем, развернулись достаточно быстро, уверяю вас. И вы все, еще раз хочу обратить ваше внимание, столкнулись сейчас в фойе, у нас там выставлены наши чулки, представлены наши каталоги, маленькие каталоги, которые касаются только компрессионного трикотажа. Хотя мы производим очень много других компрессионных, не компрессионных, а ортопедических изделий. И в каждом каталоге, если вы его возьмете в фойе, вложено листочек, где его можно вот такой трикотаж купить. В частности, мы его продаем по всей России на сегодняшний день. И в Казахстан наш трикотаж уже теперь пошел тоже. В Европу пока не поступал, но в ближайшее время, думаю, поступит. Собственно говоря, все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Спасибо.